Друзья, приветствую вас. Начну с одного ролика. Сейчас я вам его поставлю. Смотрите, если лицом стоит кинотеатр Маяковский, лицом стоите кинотеатр Маяковский и пойти с левой стороны по улице Октябрьской, прямо-прямо-прямо вниз за кинотеатр, вы придете к этому храму. Храм называется Покрова Божий, Покрова Богородицы. Это улица Октябрьская, дом номер 9. Смотрите, Октябрьская 9. Старый храм, невзрачный. Об этом мы сейчас, я чуть-чуть об этом скажу и я неспроста это все приказано. 28 июля день крещения Руси. Адрес написан, где будет проходить. Вот Покрова. Табличку специально для вас снял. Я не просто это все сделал. Вот такой храм. Он почти похож на храм Преображения Господня у Храма Сошествия Святого Духа в Санкт-Петербурге, куда я часто хожу. И вот, 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 сейчас вы увидите. Вот здесь эта молитва написана у иконы, неупиваемая чаша. Молитва. Можете скрин себе сделать, кто не может молиться, но эта молитва, она рабочая. Не скажу, что я не просто вам это показываю. Вот это все. Вот, обратите внимание на эту лавочку, чтобы вы понимали, о чем речь. На этой лавочке около этого ящика пожертвований сидел мой друг, а рядом с ним я. Итак, о чем речь? На этой неделе я в выходные, в прошлые выходные, я встречался на одно мероприятие. И меня попросили молиться за, ну, человек попросил молиться, чтобы перестать пить. Понимаете, да? И я рассказал историю, и сейчас я оставлю вам ее. Я иду к этому храму. Я не просто вам показал его. Я пошел в этот храм, это был девятнадцатый год. Не планировал. Как всегда, просыпаешься, Господь говорит, вот туда газуй, туда, туда, туда. В общем, я иду в этот храм, не доходя его, вот там, где начинается видео, я встречаюсь со своим другом. Я очень уважаю, люблю этого человека. Он был с похмелья, с ужасного похмелья. Он очень тяжело выходил всегда из похмелья. Очень тяжело. Привет, он такой довольный и говорит, займи денег. Я говорю, хочешь похмелиться? Да. Я говорю, слушай, давай это. Я тебе куплю похмелиться. Но у меня налички нет, я тебе не могу дать. Но у меня сейчас время, мне нужно сейчас зайти в храм. Пошли со мной. Ну, знаете, согласился, куда деваться. И вот мы зашли в храм. Он сел на эту лавочку. Мы с ним вдвоем сели. Он около этого ящика, я рядом. Я говорю, сиди. И мне нужно сейчас помолиться. Я пошел, поставил свечи, помолился. Знаете, я встал перед алтарем и говорю, Господи Иисус, покажи ему свою любовь. Покажи ему так, как показал мне. Разрушь все козни дьявола. Я на днях буду говорить вот об этом. И я сейчас еще об этом скажу, что это дьявол все делает на самом деле. Я говорю, разрушь и покажи этому человеку свою любовь. Освободи его. Я возвращаюсь, сажусь с ним рядом и слышу, что-то с ним происходит. Поворачиваюсь. У него слезы, он их прячет, потому что народ там, там народ был. И я говорю, реви, реви, говорю. Он как начал на взрыв, на него люди смотрели, а он не перестает. И чем больше он рыдал, тем громче он рыдал, понимаете. Но я не знаю, сколько это было по времени, потому почти час мы там были. Когда мы вышли из храма, я видел его чистые глаза. И у него не было вообще по нему видно состояние похмельного синдрома. Я ему говорю, пошли в магазин. Он говорит, пошли. Но только возьмем водички. Я похмеляться не хочу. Я не знаю, как дальше жизнь сейчас у этого человека происходит, но как бы в тот момент произошли вот такие вещи. Если кто-то знает, что такое выход из жесткого бодуна. Есть люди, которые могут пить, да? А есть, у которых так цепляет вот эта пьянка. И это будем отдельно говорить, когда мы будем говорить о духовной брани, о кознях дьявола. И вот я не говорю о том, что помогла молитва, я молился Господу. Но я знаю, что поместь эта молитва, эта икона, неупиваемая чаша. Я оставляю это тем, кто хочет молиться. Ну, есть желание у кого-то. Я думаю, что неспроста сегодня я это отдаю. Но сегодня у меня послание следующее. Сегодня ночная молитва. Пятница однажды, знаете, в монастыре Ганина Яма говорили два монаха. Ну и там один человек был невольным свидетелем этого разговора. Один монах говорит, слушай, какие-то проблемы. Такое ощущение, что небо прямо, оно такое темное-темное. Оно как будто прям легло на небо, на землю. Как будто что-то такое нехорошее произойти должно. А второй ему говорит, брат, сегодня пятница. Сегодня сатана пойдет во все тяжкие. Люди после рабочей недели отдыхать будут так, что будут пить до потери пульса. Будут отдыхать в ночных клубах и так далее. Так вот. Но это делает все сатана. Сегодня суть в том, что, во-первых, кто будет смотреть, я молился, чья была просьба. Я молился за освобождение от алкогольной зависимости. Но это дух алкоголя. Это дух алкоголя. Это первое. Второе. Эта неделя была насыщена просьбами, нуждами молитвенными о детях. О детях, которые в больнице, о детях, которые дома. Именно о больных детях. Но молиться мы будем и о больных детях, и молиться будем о детях, которые сегодня в зависимости, в жесткой. Мы понимаем, да? Мы говорим о зависимости. Это интернет-зависимость в первую очередь. Это андроидная зависимость. И плюс зависимость от всякого курения, алкоголя. Так же, да? Потому что сегодня, как-то, помните, послание делал. Родители сами покупают пыхтелки своим 10-12-летним детям. Ну, парилки, как они называются. Но мы будем молиться за тех детей, обязательно, в первую очередь, за тех, кто сегодня лежит в больнице, кто болеет дома. И еще были нужды молитвенные за женщин, которые сегодня на операцию уложились в гинекологию. Вот буквально на днях. Кто просто в отделении был. С моей больницы, с горбольницы тоже пришли некоторые нужды молитвенные. Вот. И о чем я хотел сказать? Что, смотрите, когда мы молимся, вот видите, есть один момент. Я просто попросил Господа, и Он освободил этого человека. В Санкт-Петербурге мы с Ильей, с братом едем, и мы тогда молились за полноту, чтобы Господь показал в нас полноту своего божества. Как Он через нас может действовать? И буквально мы ехали по городу, нам пришла молитвенная нужда. Ребенок. А был день Михаила Архангела. Вы как в боксе делаете? День Михаила Архангела. И в это время нам пишут, мальчик Миша родился, и вот он только родился, уже лежит в этой капсуле, в этой камере. Молитесь за Него. И мы вошли в Никольский собор, это рядом с Синой площадью в Санкт-Петербурге, встали на колени, молились, там у нас даже трудности были с одним из служителей. Но что-то не в этом. Мы промолили, мы успели. И спустя пару часов нам позвонили и сказали, все хорошо, и мы говорим, слава Господу, это не наша заслуга. Были моменты, когда еще в одном храме в Санкт-Петербурге тоже на добровольцев, тоже очень старый храм. Я зашел туда, деревянный он еще был, сейчас уже его построили, ну рядом построили большое помещение, большое здание. И знаете, я вижу, семья стоит на коленях, и они плачут. Мужчина, женщина, мужчина держит девочку на руках, и они плачут, прям рыдают. Вот там были тоже проблемы глобальные, и вы знаете, я с ними поговорил, я за них помолился, я им рассказал, что нужно делать, менялись телефонами, и вы знаете, Бог действует. И последнее, что я вам оставлю, и скажу, на что я буду сегодня опираться, когда пойду в молитву. Обязательно нам нужно опираться на Слово Божие, потому что Бог говорит, Он отвечает за свое слово, Он отвечает на свое слово. И когда мы ему говорим, Иисус, в Библии написано вот так, и мы хотим, чтобы это произошло. Аминь. Еще одна, что-то, 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 господи, вылетела, представляете, из головы. А, я прилетаю из Санкт-Петербурга в Новосибирск, и, ну, находясь в той квартире, в которой я бываю по обыкновению, когда прилетаю, знаете, я не могу уснуть, у меня болит голова, ужасно болит голова. И мы созваниваемся с мамой, и я говорю, слушай, у меня так голова болит, что я не знаю, куда засунуть ее. Ну, понимаете, да, когда тебе ни одна таблетка не помогает, я не знаю, куда ее засунуть. Ну, в общем-то, я помолился, пытался уснуть, и в 3 часа ночи в Санкт-Петербурге как раз было 11. Мне звонит Люба, сестра, которая служит, она руководитель, служитель детского служения, лидер. Она говорит, слушай, Макарий, сын ее Макарий, а меня раньше называли Макар, да, это вот как-то осталось, и я про что? Она говорит, Макария, голова болит, помолись, брат, пожалуйста. Он говорит, так говорит, голова болит, мама, я не знаю, куда ее засунуть. Понимаете, моими словами, то есть то, что я говорил маме, Макарий говорил своей маме, я говорю, сейчас буду молиться, сестренка. Буквально 15-20 минут я помолился, она мне пишет и говорит, все прошло, он уснул, и у меня прошла голова. Понимаете, да? То есть я как, как вам объяснить? Я теперь знаю, когда что-то происходит со мной, я должен помолиться, и Бог покажет, где что происходит. И когда там проходит исцеление, исцеляешься ты. Поэтому молись за больных, молись за тех, кто не освобожден, молись за тех, кто в зависимости, и Бог будет с тобой работать в этот момент. Он будет исцелять тебя, будет освобождать тебя от чего-то, будет менять тебя, преображать тебя. Однозначно, так это происходит. И я оставлю в закрепленном комментарии, в комментарии она ушла, но оставила веру всей семье. Обязательно посмотрите, Настя тоже. Понимаете, вот Бог как делает. Она не знала тогда, но она уже последнюю, даже смс-ку когда писала, она уже была последняя, она писала из палаты, маленькая, вся худая-худая, и вот это была ее последняя смс-ка, она верила до последнего, что Иисус сказал, я иду к отцу, и там ждут меня места, где в доме отца моего обители много, и если даже не так, то я пошел, я иду приготовить вам место, и приду и заберу вас. И я об этом говорил, когда мы с ней прощались на кладбище, я почему об этом говорю? Смотрите, через смерть даже Господь может показать себя. Смотрите, он говорит, смотрите, какая у меня дочь, и она сейчас со мной. Или как вот у меня 24-го уже все, 23-го я прохожу последнее обследование со всего списка, который мне сказал делать, пройти онколог, для того, чтобы госпитализация, госпитализировать меня, да? Я спокоен, я свободен, в том плане, что Бог мне не дал духа страха. И я знаю, что Искупитель мой жив. И я знаю, что мы вчера говорили о том, как Иисусу Навину сказал, не бойся я с тобой, не страшись, я всегда буду с тобой, не страшись. Через это Он хочет показать всем, смотрите, вот он мой сын, он болеет, он не кричит, он не визжит, он не боится, понимаете? Я сейчас не хвалюсь, но так происходит. И я даже знаю, что бы ни суждено, мне, Богу это угодно. Это есть то, как я вижу через себя, через то, как у меня болела голова, я узнал, что болит голова у Макария, я помлился за него, и у меня прошло. Так же вы видите, через тех, кто реально вот так относится, понимаете, да? Вы начинаете по-другому, глядя на Настю, посмотрите обязательно в закрепленном комментарии про нее, это послание. Итак, сегодня я, мы будем молиться за детей, будет ночная молитва, и за детей, и я буду стоять на Писании, где и Господь Иисус поставил ребенка посреди храма и сказал, «Позвольте детям ходить в храм, пустите детей в храм». Я хочу, чтобы дети ходили в храм, ходили в церковь. Я буду молиться за всех детей, буду визуально, заместительно ставить их рядом с собой, буду молиться за их исцеление. И там же он говорит, «Но кто прелестит одного из малых сих, тому лучше бы мельничный жернов одеть на шею и бросить в глубину морей». «Лучше бы», понимаете, да? То есть может еще и хуже быть. И поэтому я знаю, что все болезни и все, что происходит с детьми, это все от сатаны. И основываясь на этом Писании, мы будем говорить, «Господь, запрети, вот дьяволу одень этот жернов мельничный и брось его в глубину морей, но освободи этих детей, освободи их от всего». Вот, и наш Господь, он самый главный целитель, это врач врачей, доктор докторов, он защитник защитников, он все может и может через нас. Молитесь, у кого есть желание, эту ночь берите это Писание, отталкивайтесь. Мы говорим, «Господь» так написано в Библии, и значит это состоится. Аминь. И верим, и знаем. И я знаю, что на днях придут ответы на наши молитвы, на то, как Господь отвечает через молитвы своих детей. Будьте благословенны, мир вашему дому.